всех приветствую с вами я веган христолюб прошло две недели как я записывал последнее видео последнюю проповедь сегодня 1 мая 2022 года сейчас просто идет посевная много на участке занимаюсь за две недели забываешь что куда нажимать и чё как говорить и как писать да и в плане техническом и в плане разговорным тоже навык как быстро человеком приобретается так быстро и теряется порой да сегодня видео я значок еще не сделал для ролика но наверно вот это будет на аватарке на заднем фоне меня об умном человеке ну и дураке соответственно и аналогично или симметрично о добром и злом да то есть умный равно добрый дурак равно злой человек поводом для основания этого ролика явились точнее давайте знаете что скажу что конечно же есть такое понятие религии наука и у многих проповедников даже там если в курсе они такие профессоры богословы очень часто и так как там религию кто-то противопоставляет науке кто-то наоборот кто-то там какие-то компромиссы ищи да у многих есть такая как бы лекция включенная в курс образования что-то подобные вещи я вот нашел такую карикатурочку шаржевую да тут я так понимаю профессор папа и религиозная фанатичка мама рвут ребенка на куски до своими кто в науку про динозавров кто в религию про библию да вот очень хорошая тоже такая картинка но я и можно я и в этом я в этом буду контексте говорить но ролик все-таки назову я скорее всего добрый равно умный человек злой тире дурак да как то вот так вот но если в названии по месяце ну или в описании может быть добавлю что образование и религия наука религия то что в принципе будем поднимать подобные вопросы сегодня и вот об этом мы поговорим ролик получится длинный потому что я две недели не записка говорю как-то даже накапливается хочется вывалить видите я издалека очень часто начинаю и поводом для записи этого видео явились как я уже начал говорить прервался это наставление антония великого это некий святой живший на рубеже там второго в третьем веке так скажем да ортодоксальный то есть что до него таких разделений то есть можно сказать православный католические никаких протестанов тогда не было я все называю очень крутым одним действительно из великих людей до сужу я поэтому потому житию по той жизни которая до нас дошло и по тем наставлением по тем ну там целый комплект я создал на своем сайте христалюб.ру христалюб.рф страничку посвященную антонию общую ну и в частности сейчас увидите наставление и я в свое время еще шесть лет назад на рассвете своей интернет деятельности в ю тубе в частности да я записал тогда уже плюс я только оставил практиковать православие трехлетние искренние попытки да как как-то его в себе уместить и себя в нем да это невозможно православная секта это секта сатаны там светлому человеку делать нечего от слова совсем вот просто совсем ноль без палки да кто-то там пытается какие-то компромиссы искать никаких компромиссов там найти кто есть компромиссы со тьмой тот ей будет поглощен просто и сам в ней утонет вот и я тогда так как я очень глубоко изучал и все предания так называемой церкви христовой да ну то есть всех тех культов по-другому их не назовешь церковь христова это святые люди кто кто живет во христе то есть кто кто все вместе чтобы разбирать добрый а точнее можно сказать умный вернее или точнее сказать добрый вот об этом сегодня говорим то есть именно умность такая правильная или доброта она и есть богоподобие она есть то что человека делает равным богу что делает его богу что делает его совершенством любовью и всеми подобными вещами обожжением святостью все что вы слышали да какие-то слова подобные преподобности так далее сам антоний антоний называть святым преподобным да то есть достигнуть этого можно только богоподобие только добротой ну или любовью кто как у кому какое слово удобнее да кто-то морали эти какие только слова не употребляет да вот ну самое лучше конечно это любовь любовь то есть виде проявляется в добрых делах а добрые дела то есть это какое-то дело которое делает кого-то счастливым доставляет какую-то радость через наслаждение и вот еще как сказал на на рассвете своей интернет деятельности я записал то даже житие жизнь антония со своими комментариями то есть не просто подкастовая озвучка сейчас этого полно в интернете а со своими ну чтением также с экрана все с текстами и с моими комментариями эмоциями размышлениями и плюс письма наставление тоже не очень хорош очень глубокий очень интересно ну как-то я до них то ли не добрался уж не помню почему да но буквально сейчас я этим занимаюсь уже у него есть еще и наставление коротенькие да их 170 штук но это люди поделили их там собирали делили и они как раз идеально влазит формат шортса коротких видео на ю тубе и я решил их тоже озвучить там я уже просто их озвучил без моих комментариев просто как шортса чтобы они были я всем всегда рекомендовал в принципе сходить познакомиться с преданием так называемой церкви христовой да то действительно знаете и со святыми и и то чтобы совсем не разочароваться до начинает лучше не с конца конечно сначала и моя рекомендация познакомиться с жизнью и словом как говорят творением антонио великого понятно он был монахом уединенником много лет там вообще без людей прожил вот много чего понял вышел вот и в принципе я как говорю на нем можно и закончить а так знаете действительно один из самых светлых образов мне очень он был близок я много чему подражал я много чему у него научился все что доброе надеюсь прекрасно помните я вам периодически напоминаю слова иисуса который был что умный книжник до книжник наученный царству небесному чему истине чему свободе бессмертию любви су как сущности бытия этот книжный из сокровищница сердцу то есть и своей жизни из прошлого как иисус горел выносит все хорошее и добрые и старые добрые да и старой жизни и добрый то есть неважно все что-то раньше знала есть свой опыт и свои знания ты теперь облати обратишь на благо и который будешь приобретать ты все будешь направлять на благо это очень важный поэтому самого антонио великого называли богомудрой пчелой да то есть как пчелка летает и собирает там с разных цветочков разную пыльцу да потом превращая мед точно также по этому образу поэтому антонио звали он тоже ходил по всяким отшельникам или там хороших добрых христиан неважно день там жили в городах или но просто дальше дальше уходил из города потихоньку до уединенные места в такие в тихие и он учился у всех всему по чуть-чуть да вот все лучшее брал от каждого этот образ был не близки я сам по жизни так жил еще до покоения всегда читал что надо все у всех самое лучшее собирать да вот в себе это воплощать и вот мне тогда это тоже было близко естественно я сам по такому же принципу шел и все и отовсюду брал всегда все самое доброе истине соответствующая это все что самое доброе это и соответствует истине да вот поэтому у кого есть желание в принципе как видите все это у меня есть и несмотря на то что я записал шортс король мы все казалось бы да говорим о добром человеке ведь я какой большой предисловий говорю но я считаю это важным я свой формат я ни на кого не равняюсь кому интересно тут меня слушает кому нет тут все равно не будет слушать да и вот эти наставления антония казалось бы их можно было и 107 штук сидеть каждый мусолить и пропад каждому по сути если бы я хотел записать и вы бы увидели эти ролики на моем канале христолюб чтение библийных писаний если бы я каждое наставление антонио великого читал бы и как-то комментировал то вы бы увидели эту серию видео на канале христолюб чтение библийных писаний но так как я решил и вы видите этот видео вышедший на канале христолюб пропадью пищу в пустыне вегана то это говорит о том что я буду писать не все подряд а просто как я сейчас озвучивал эти все для шорцев на 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 том канале разных писаний то здесь я просто выделил некоторые наставления и решил просто по ним не давя они на авторитет ни в коем случае для меня самого антонио cousins ни в коем случае не авторитет да для меня это для меня лично и если правда человек существовал когда для меня он очень хорошие добрые великий правда да для меня любой добрый человек великий человек вот в его жизни и в его наставлениях наставлениях периодому и жизни до вас можно устраивать уединённая жизнь у вас может быть семья и то там много чего интересного доброго подчеркнуть можете делать там же не не в семейных отношениях а в том как он вообще живет да вот действительно там не к чему придраться в том плане что даже не так как открыл там если вас что-то не устраивает как и он там понятно человек просто уединенного у семейного человек семейных тур один ребенок и 21 у них бытовая жизнь просто разное соответственно и те же самки советы жизни немножко разные да у него и хлопот меньше поэтому тот ног читает и да это почти не читает уж и мне когда и так далее поэтому я мечту все просто отфильтровать относительно себя вот и все но то что ты действительно почитаешь добрым исполняй да вот и поэтому я и я их как бы крутится целиком все зачитывать не решил не решился нет какого-то мне желание понуждение в сердце да а вот избранные места я хотел бы зачитать и и рвите назвать именно ролик как-то и и по сути может быть их немного может быть 3 может быть 5 получится предел это наверное 7 или 10 из 170 потому что более того так это наставление кто-то там за ним собирал в разные может быть эти монахи или при кто к нему приходил потом все это фольклором собиралась они многие похожие близкие я тоже себе не сдал с целью прям все тут скомпоновать хотя я в принципе в них так скажем хорошо ориентируясь и вот даже сегодня мы сразу 4 прочитаем да то есть они короткие и они в принципе плюс-минус об одном да может я какой-то забуду плюс я сейчас освежил свои памяти я только до 90 записал мне еще 80 штук надо вот и может быть даже будет подобный ну я не буду новый ролик записывать и как-то или потом этот перемонтировать через какое-то время ну и ждать пока я все 170 запишу это не так просто я у меня получается пока где-то около 10 в день эти шорцев создавать это не так просто как кажется вот но и не каждый день есть возможности еще другие дела вот и на вот сегодня я не стал их делать у меня там был шорцы по евангелию сделать сейчас будут пробовать пишу плюс там я параллельно готовлю некоторые еще материалы вот так что так то есть и каждый день пока запишу поэтому я решила повеление что-то вот пробовать записать есть у меня поэтому я сижу ее и пишу о добром человеке вот такое вот предисловие поэтому игру сколько получится и плюс еще я кто смотрит мой канал последовательно давно и последовательно попали последнее время я выпустил такую мини-серию опять о боге любви да я там ну такую тоже показал преемственность цепочку просто что они об одном том же говорят я записал ян богослов о боге любви вы помните что бог есть света нет никакой тьмы а он есть любовь и с ним и он же говорит что бог есть любовь то света есть любовь а значит нет никакой ненависти яков говорит то же самое что бог не имеет в себе никакой не тени был бог блох и только никакой в нем те и тени малейшие до перемены нет изменения только то только благой бог то чтобы добр благ и не не искушает никого сам не искушается злом всякий дар совершенный всякое даяние свыше от бога она добра если нет тонну не от бога дьявол до горлаков на антоне великий все в самом большом наставлении по крайней мере который есть в этом списке красота 50 наставление у легко запомнить такая круглая цифра вот он там что бог благой неизменяемый только благое творит да и что все все вот эти вещи да чтобы не бога пар переменять когда там грешим и до каемся а наоборот сами меняемся да наоборот когда грешим то мы от него творачиваемся просто вот и все вот и все это я показал и вот поэтому не ведь так как я сейчас так скажем антонио я в принципе это скажем может быть заканчиваю то что начал когда-то и не закончил да и хотелось поделиться почему я еще раз говорю что не завлюсь есть никакой авторитет ибо они для меня сами не авторитет для меня авторитет только одно это истина очень важно а истина есть бессмертие то есть вечная жизнь свобода человека по плоти по духу избирать между добром и злом и что избирает добро то есть любовь поэтому это истина есть любовь вот все что этому соответствует вот это для меня авторитет поэтому мерилу я все в жизни меряю да ну и давайте уже прочитаем антонио великого и поговорим об умном и и добрым человеке одно ли это тоже или нет можно были быть умным да или нет и при этом быть смысле добрым или злым конечно можно давайте первое прямо она так хорошо начинается я когда об антоне рассказывал обо всем такими в наставлениях я говорил что вот эти наставления их такая красная ниточка вы сейчас и увидите я ее накидаю вот он все время говорит о том что вот именно умный человек для него и добрый это одно и то же это тождество это как иисус говорил что любовь к богу и любовь к ближнему это одно и то же есть ты но потом он богослов на своим учителем господом и богом нашим иисусом христом повторял что кто любит бога тот любит и брата ближнего своего не любящий ближнего не любит бога да иисус говорил 1 заповедь якобы есть первое то вторая любовь к богу а потом любовь ближнего но он говорит что 2 подобное равное ей там перевод такой подобно подобное то есть то же самое вот это как иисус перевели когда нас дошло суть мы понимаем да что вторая равная и одинаковая потому что мы потом по ученикам и увидим что не сделали правильный вывод и иоанн богослов так и пишет нелюбящий не познал бога нелюбящий не знает бога нелюбящий не пребывать любящий знает бога пребывают боги и бог в нем любящий познал бога и бог есть в нем вот очень важно и вот антони великого вот это вот мысль о том что да сколько бы ты не не каким бы умом ты не оплодал если ты зол то ты не умный человек у него поэтому слово умный и добрый это разные слова тоже ставить прочитали его первое наставление люди обычно именуются умными по неправильному потреблению сего слова не те умные которые изучили изречения и писания древних мудрецов вот даже антония великого да но те у которых душа умна которые могут рассудить что добро и что зло и злого и душевредного убегают а о добром и душеполезном разумно радеют и делают то с великим богу благодарением эти одни по истине должны именоваться умными людьми то есть мы видим что антони велико и что человеку так называемым ум да не за того чтобы он кубики в шарики превращал шарики в кубики как мы любим в науке это заниматься до 2 плюс 2 складывали 3 минус 1 вычитали 10 на 20 умножали а для того чтобы он отличал добро от зла это очень важно да избирая добро это человек называется умным избирая зло этот человек называется глупцом так следующая сейчас подсказка себе вот смотрите тринадцатая у нас ведь ему прям по списку идем человеком должно называть или того кто умен это же самое знаете очень часто ну и действительно так говорит этот человек это не человек мы обычно зло все гриме даже не люди тут там животными сравнику то еще с кем-то с бесами да и кто-то еще как-то и так и есть то же самый человек да вот большую букву как любит говорить то же самое мы видим что антони здесь тоже сам петь говорит мы смотрим в современном вы слышите такое везде применять о это не люди да то есть человеком на самом деле мы все считаем что человек это только добрый человек если он зол он не человек поэтому здесь очень хорошо да тоже кто-то думает что это недавно придумали можете вот убедиться что все это давным-давно а кто почитает древнюю философию сократов тот убедится что все это тоже довольно давно было человеком должны называть или того кто умен где скобочках но это уже кто переводил автора и видимо на дописывали ну правильно по первому пункту ну кто-то на пункты поделил на главы не зря тот пункт получилось вот это наставление первым от очень хорошо кто идет по первому пункту человеком должен Называть того, кто умен Ну, уберем эту подсказку автора Кто умен или того, кто принился исправлять себя Ну и вот умен То есть, как говорится, Антонио Великий уже сказал Тот, кто избирает между добром и злом добро То есть, человеком должен называть Опять человек, кто умен А кто умен, умен тот, кто избирает добро То есть, человеком нужно избирать Как и все правильно знаете формулу математики Видите, тут будем вспоминать и знания Хотя я сейчас сам говорю, что наука и религия Еще будем об этом скажем Но кто знает формулу математики Если А равно Б, а Б равно С То А равно С в свою очередь Б убирайте Потому что А равно Б Б равно С А равно С Ну не в начальной, я не помню в каком классе Нам преподавали Вот здесь то же самое Если человек и умный это одно и то же А умный и добрый у Антония одно Значит человек и добрый это одно и то же Если ты добрый, ты человек Если ты не добр, ты не человек ты не умел ну или того как антоник хотя бы кто из принялся исправлять себе до встал на путь покаяния неисправного не должна называть человеком потому что свойство это неисправимость да или вот это злоба человеческой не человеческая от таких должна бегать сживающиеся со злом никогда не будут в числе бессмертных это наставление я возьму еще для другой проповеди уж поговорим да что будет за то что но вы знаете да что любит там кто под полотенчиком в ортодоксе в католиках православных плакаться у попиков за свои грехи протестантам все давно прощено и прошло настоящие будущие грехи не только живут только только добрые люди будут с богом сживающиеся со злом никогда не будут числе бессмертных и от них должны бегать эта жизнь тоже очень хорош наставление мы его мы о нем не сегодня поговорим а в следующий раз так 19 чуть чуть дальше у нас напоминай себе что непрестанно должны являть себя умным человеком до напоминай себе что непрестанно должны являть себя умным человеком в принципе помнить нам родители горели ты чё дурак и мы друг другу говорим вот всякий что-то делал ты чё дурак мы говорим вот казалось бы мы не грым ты чё злодей мы говорим что ты дурак кстати вот заметьте откуда это в человек ведь я вам стараюсь и такие жизненные и наши современные показать вещи мы видите тут такого видео ведь правда мы так говорим с детства родители говорит ну мозги есть у тебя ум есть я мне так говорили правильно горько какой глупый сделал что-то зло и нехорошее да там что-то плохое что-то портил до ум у человек на самом деле мы так и думаем и так и есть все эти знаниями сегодня все и об этом скажу все это чепуха я об этом конечно не в одном не в этом только ролики до этого все договорил многие ролики понятно дублирующие так все жуешь одно и то же уже но являть ум ум свой должны являть добрую жизнью и самими делами не верую а делами хоть несешь протестанты слышали делами 6 человек как иисус сказал человек определяется по его делам как и дерево по плоду его все ничего другого не поверь и верить ты можешь во что угодно или вообще не что не верить твоя жизнь говорит о тебе тыс на словах может быть кем угодно да хоть самим богом какие-то твои дела это очень всегда важно очень важно кто-то по жизни слова твои ты можешь там распинаться да а толку то вот по делам человека и судят это очень важно так и больные находят и признают врачей спасителями и благодетелями своими не по словам а по делам абсолютно так вот так ну и последний у нас кратенько 29 мы смотрим как видите то есть всяком одном и том же до говорит тому кто не умеет различать что добро и что зло не пристало судить кто добрый кто зол из людей человек ищущий бога добр а когда он не добр значит не знает и никогда не будет поздно от бога да то есть не знает бога и не будет поздно от бога кстати уже я добавлял этот серенький текст и всегда ибо единственный способ единственный способ познанию бога это и есть доброта павел я почему грудь вот антоний великий что не говорит что отличается от евангелий но по крайней мере в этих наставлениях от апостолов нет все одно к одному что кто не умеет различать что добро и что зло то есть не умный то есть дурак то есть не человек не до не пристало судить топ добрый кто зол из людей вы помните а по павел об этом прямо писал прямо писал что надо делать что плотский не судит никого духовное же судит обо всем это очень важно человек ищущий бога ну или нашедший но здесь ведь антоний великий что в принципе тут кто хотя бы на пути идет тоже можно причислить если искренне человек стремится концовки он дойдет и уже сегодня можно называть так скажем да хорошим человеком умным на человека можно назвать человек ищущий бога ну я добавлю нашедший бога добр а когда он не добр то нет он не то значит не знает он бога и никогда не будет познан от него ибо единственный способ познанию бога то есть доброта все то же самое в антоне у иоанна богослова только вместо добро слова любовь вы помните прекрасно я вам уже сегодня эти фразы из речения напоминал да бог есть любовь пребывающий в любви пребывать в боге и бог в нем ничего антони великий другого не сказал любящий познал бога не любящий не знает бога единственный способ к познанию бога это и есть доброта любящий знает бога потому что бог есть любовь доброта все все очень просто и понятно я пока говорил вам все это записываю сейчас на паузу поставил нашел материал я кстати вспомнил вы знаете у меня когда в инстаграме я зарегистрировался не особо люблю не пользовался сейчас у нас его заблокировали в россии на 4 все их назвали экстремистским все это настали в россии все экстремистское что не согласовывается с путлеровским режимом и вот один из первых постов там и но я сейчас нашел все материал надо кстати шорты записать на этот канал очень хорошие тоже а то я не мог найти где-то не все есть это вот такую картинку поставил злой гений да и вот там написал текст когда-то мне где-то попался в какой-то социальной сети я вот тогда пост тоже сделал я как-то не уже говорил тоже когда по образованию детей по-моему говорил но сегодня очень уместно будет я вам еще раз это озвучу один директор и школы послал это письмо каждому учителю один директор школы послал это письмо каждому учителю который убрал на работу уважаемый учитель я пережил концлагерь мои глаза видели то чего не должно видеть ни один человек как ученые инженеры строят газовые камеры как квалифицированные врачи отравляют детей как обученные медсестры убивают младенцев как выпускники высших учебных заведений расстреливают и сжигают детей и женщин поэтому я не доверяю образованности я прошу вас помогайте ученикам стать людьми ну или человеками да вот как мы сегодня ваши усилия никогда не должны привести к появлению ученых чудовищ как директор просто супер ваши усилия нового выбора в образовании их до в образовании и очень хорошее слово слово образ когда вы им образ даете из них делаете кого вы образ кого делаете бога или дьявола добра или зла люди когда на них будет смотреть кого будет видеть как иисус говорил отца небесного богу любовь или дьявола ваши усилия никогда не должны привести к появлению ученых чудовищ тренированных психопатов образованных эхманов чтение письмо арифметика важны тогда когда помогают нашим детям стать более человечным но и тут на религиозный язык как сыгры примените святым обоженным по антонио сегодня мечтаем с вами умным человеком да то есть она по настоящим образованием с самым высшим образованием со всеми профессорками этими всякими званиями религалиями в религиозном если можно сказать святого человека говорит о том что человек добр это очень важно вы знаете я никаких иллюстрации я вообще не готовился ролик в другом контексте скоро буду подобным говорить кто знает у нас сейчас в россии рашистская z шизофрении особенно в школах там вообще беда вот 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 правда слушать его и вот там директоры видимые учителя не что вот этому да это там вообще такая погонь из-под ногтей что чему кого воспитывает у кого уже воспитали мы видим да сегодня на на сегодняшний день уже больше двух месяцев идет агрессивная война россии против украинского народа да и докатились а докатились чем-то потому что вот это все чем школа занимается вот таким вот образованием принципе выходит сказать не о детях сегодня не о школе нет именно в принципе жиру и сегодня ролик именно умный добрый человек в принципе тут все и начальная школа и средние и высшие все эти магистратуры и все твои же в жизни знаний которые ты сам приобрел чему ты там научился его концовки сегодня в общем-то антонио с вами великого почитали я не столько прям комментарий как вам просто показать что умные люди всегда существовали да правильно понимали все эти вещи ну а вот возвращаясь к этой иллюстрации вообще к этой мысли по поводу образования науку сейчас уже все вместе я вам вывалю последнее что хотел сказать да об этом не раз говорил что действительно все наши знания какие бы не были вообще в общем а слова знания то есть все что у нас вот здесь как говорят в этой коробочке да есть они не что вот 0 и от слова совсем не что и 0 без палки как говорят абсолютно вот 0 и запятая 0 в бесконечности ничего вообще не знает знаний не существует все мироздание которые нас окружают это мысли бога просто мысли он не напрягается он не трудится он ничего ничего не строгает там не рисует да он просто думает и так становится явный пример этому но для религиозных людей или для познавших истину те кто писание пользуется в библии так прямо и сказано что сказал бог и стал а сказал так сказано в первой главе когда бог творил мироздание и когда бог явился во плоти иисус христос да то что он говорил все что он говорил так и становилась ты свободен от болячки свои иди ты здоров бури говорит умолкни перестань и она украшалась остановилась тишиной и благодатью до четырехдневного вас скорее усопшему умершему лазарь иисус говорит и встань и иди сюда и он встал из гробницы и вышел да все что иисус говорил словом все происходило в его руках приумножались еда для нее не было ничего абсолютно невозможно все он отворил просто свои мысли ну мысли она в слово просто превращается для окружающих да то есть как он мыслил что он хотел то и происходил все ты без ног ты там с ногами пока и вставай иди он стоит иди все никакой проблемы вообще для него не было да ничего заходит хочет идет по воде кто из нас по воде может ходить а он спокойно ходил да то есть все что мысли так происходит поэтому когда мы когда мы станем богоподобными когда мы станем совершенными в любви в любви когда мы примем один единственный закон блага бытия о том что бог есть любовь благо и станем этим благом и каков этот закон закон мы никому полная табу запрет на творение зла никому никогда ни при каких обстоятельствах ты не творишь зла ни на зло уж тем более на добро мы доходим до такого да вот и сколько можешь в этой жизни делаешь добра вот потому что мы наши возможности ограничены для того чтобы когда твои возможности будут безграничны в царстве небесном иисус христа царстве любви там ты будешь творить то все благое и для этого тебе не нужно будет трудиться все что мы сейчас изучаем люди вот напрягаются посмотрите мы сколько напрягаемся чтобы изобрести корабль сколько какой человеческий разум изобрел там титаник сколько там десятков миллионов долларов на него было потрачено сколько людей ресурсов иисус просто идет по воде ему не нужен титаник ему не нужно еще что-то да сколько сил мы тратим чтобы что-то там растить еду себе вырастить иисус не напрягается еда в его руках просто приумножается даже в руках тех кому он ее раздает да вот и все это очень важно понимать все эти знания которым гоняемся это ветер это пустота как проповедники в экклезиасте так и исследуя мироздание игру что все это суета да я приобрел всю мудрость и исследовал все знания на чем сегодня антоний говорил да и понял что все это суета пустота ничего 0 потому что в будущем мироздании даже то мы в этом мире конечно по образу божий познаем и свой собственный что мы можем из чего-то что-то творить но бог творит все из ничего и мы будем творить точно так же сейчас мы напрягаемся нам чтобы что-то сотворить над пойти все заработать краски купить чтобы картину нарисовать надо где-то попахать да там ничего не надо будет мы не будем напрягаться сама краска будет появляться просто по нашей мысли да так что вот так вот это очень важно понимать поэтому все эти знания все это пустое это вот от над понимать я ведь разного сегодня иллюстрации надеюсь интересный говорящий подобрал все это пустое абсолютно пустое все эти там даже то что мы там учимся играть на музыкальных инструментов что-то развиваемся в будущем каждый может все что захочет играть все что захочет петь до каждый будет облатать полнотой таланта вот так называемых человеческих и пейте плясать и стихи сочинять все человек может он может меняться по плоти как и рассказывал от меня кто-то не расслышал удивлялись ты идешь идешь тут же ты превращаешься тебе хочется пробежаться как гепард со скоростью не нужны будьте не мотоцикл не машины ты просто взял и побежал может и в человеческого побежать а можешь в другом образе побежать ты будешь меняться моментально на твоего твои волосы будут моментальным ты захотел с длинными захотел с короткими захотел с лысыми захотел синего цвета красного желтого блондин или брюнет это не имеет значения захотел те 6 рук 10 25 1 патуровка 225 они на тебе меняются как одежда да все красивые переливаются ты будешь все это очень важно понимать но чтобы до этого достичь что попасть надо сначала познать истину чтобы никому что этот это царство небесной любви в ад опять не превратить как мы превратили никогда рай вот в чем цель жизни суть человеческой жизни вот поэтому споры по поводу всей этой науки религии вы знаете это спор между кем и кем это спор двух недалеких что вот вот на картинке тут не ваш тут ребенок это может быть не ребенок возьмите духовный ребенок любой человек которого там кто куда пытается утащить вот на этой картинке есть умные люди нет ну по антонию великому да так как мы сегодня раз уж к нему привязываемся есть человеке поэтому директору этой школы да нет что один что другой наук с религией вообще не спорь а знаете почему и вообще в спорнивка никогда не надо вмешиваться да это споры это спор идиотов папа антоний великого ни один не познал истину наука ничего не дает человеку абсолютно я своя вам ведь как хорошо вспомнил этот письмо этого директор школы он горит я видел я видел этих до супер образованных ученых врачей которые камеры делали людей пытали да они все были высоко образованными людьми очень высоко превысоко там аж до небесы дотягивалась макушка что вытворяли эти люди директор прошел концлагеря насмотрелся какой тот чё гаджетский глаз видеть вообще не должен и выносить не может а кто-то творит одни видеть не может другое творит это собственными руками поэтому вот этот вот спор я и разный я правил и как там какой профессор православный там доказывает ну правда не в спорах но бывает и дебаты есть я видел конечно пытаются дебатировать вот вы послушайте все там такая дурь там что один дурак что 2 это на самом деле так то что оба не правы оба не знают истины один будет доказывать что надо верить в бога а будто вера в бога добродетель веру я в бога или нет бог ни в кого не верит невозможно стать образом и подобием уподобиться богу стать святым веры в богу бог не в кого не верит бог не верит в бога и и верой даже 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 в любовь, как Ант Богослов говорит, мы познали любовь Божью в том, что Иисус показал нам пример, положив жизнь свою за грешников, и мы уверовали в нее. Даже уверовав в любовь, ты не становишься богоподобным. Бог не верует в любовь, он есть любовь, он творит эту любовь, он творит добро, творит благо. Всякое даяние доброе, всякий дар совершенный исходит от Отца Света, от Бога. Да, Яков говорит, Бог есть свет, Бог есть любовь, пребывающий в любви, пребывающий в Боге. Бог где-то сущность, а он действует, все время энергия что-то дающее. Вы, когда послушаете такие дебаты, или в одностороннем, когда там они тоже такие же выступления, или как я, проповедь так называемая, ну, у профессоров проповедь не называется, вы услышите там что-нибудь о доброте, ну, или как говорят, да какие тут нет слов, этика, мораль, нравственность, да, вы что-нибудь об этом услышите, нет, один будет топить за свою религию, это культы, обряды, это все, внешнее исполнение всех этих вещей, даже заповеди Христовы, они превратили как Иисус говорил, только-то-то, и заповеди закона, я им давно называю законом евангельским, да, они исполняют тот ток, потому что там просто написано, влево отойдешь чуть, потому что в Евангелии не все до нас дошло, но за добро, будешь топить, все, более того, его еще извратили там и так далее, да, исполняют тот ток, потому что там это написано, вот так, а не потому что он действительно принял всем сердцем, это очень важно, вот, один за одно, конечно, топит, за одну тьму, другой за другую тьму, оба они во тьме, это очень важно понимать, в науке и религии есть, конечно, противоположность, но только это не противоположность истины и неистине, это вообще, это и не истина все, а есть истина, она вообще в сторонке стоит, они не об этом спорят, они спорят, а во тьме какая тьма краше, вот и все, чернее или белее якобы, но они одинаково черные обе, это очень важно понимать, вот так вот, вот такое сегодня простое видео об умном человеке, еще раз вам подытожу, чтобы все это было понятно, что стать богом, стать гражданином, достойным гражданином, или стать достойным вообще гражданства небесного царства, любви Иисуса Христа, можно только творя добро или любить все Божье творение, весь мир меня окружающий, ну, самого себя, Иисус сказал в том числе, да, потому что весь мир надо любить как самого себя, а это как? Формула очень простая, вы знаете, я к ней тоже, даже будучи уже познавая истину, как Антоний сказал, идя путем истины, я, знаете, как долго не мог все равно эту простую формулу принять, что такое любовь, ну, как мне понять, как мне, сколько мне этих заповедей, сколько примеров искать там где-то в Евангелии, в Новом Завете, в Библии, в Святых Отцах, в каких-то жизнях, еще у кого-то у мудрецов, да что же, а вот тут, а вот тут, а как вот поступать-то, а там, а там, а что мне делать, я тоже искал, тоже как, и многие из нас, бедные, мы мучаемся, тычимся, пока вы не примете простоту формулу, поступай с другим так, как ты хочешь, ну, первое, не делай никому, никогда, никому, никогда, ни при каких обстоятельствах, даже врагу, уж не говоря о не враге, да, того, чего ты не хотел бы себе, ты поставь себя на его место, все, вот весь закон, вот как поступать в любой ситуации, с родителями, с друзьями, с полицейскими, с государством, все, в любом, ты бы хотел, чтобы так с тобой поступали плохо, нет, не делай это вдруг, ты, и наоборот, делай другим то, что ты хотел бы, чтобы сделать тебе, ты бы хотел, чтобы за тебя заступили, чтобы тебе помогли, да, делай точно так же, все, и не забывайте об этом, всегда стараюсь оговариваться, все, вы видите, в одном видео выплеснуть, не зря они мне такие большие, что любовь в этом мире, это не значит, что всем, хоть это и любовь, и доброе дело, это дело, которое доставляет человеку радость, да, но в мире, лежащем во зле, добрые дела грешникам не доставляют радости, это надо понимать, и поэтому, если вас насильник просит поддержать жертву из любви к нему, вы говорите, нет, родной, моя любовь к обоим управляется, что я сейчас стану между тобой и жертвой, да, жертву защищу своей грудью или спиной, если хотите, обниму и спрячу, только через мой труп, как говорят, ты сможешь, все, эти моя любовь проявляется к обоим, то, что ты им не даешь получить удовольствие, да, изнасиловав жертву, это не говорит, что ты не любишь их, да, но вам будет предъявлять именно так, ты что меня не любишь, если любишь, держишь жертву, да, ты что меня обличаешь, да, поэтому ваша любовь к грешникам это обличение и защита жертвы, это очень важно, и, конечно, грешнику будет неприятно обличение во зле, это всегда так, в коррупции, в воровстве, в чем угодно, в любом зле, вы должны это делать, в этом мире любовь к грешникам проявляется в том, что ты, да, никогда против тебя уже идет агрессия, ты не творишь зла в ответ, ты не творишь, как я уже сказал, вообще это где-то настолько табу, что ты вообще никому зла сам не делаешь, я говорю, это христианство вообще не об этом, об этом все говорят, это вообще норма, там, зла самому пойти у кого-нибудь зло сделать, обворовать, ограбить, убить, ударить, изнасиловать, не знаю, это вообще, вообще, человек, который ничего, христианство, это любви к врагам, и это вообще табу, это как к Иисусу, помните, подошел ты этот, вот как раз, богатый, ну, а богатый все мудрые, там есть возможность учиться, это челядь необразованная всегда, да, вот, ну, говорит, ты сотворил, как Иисус ему заповеди перечисляет, не, 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 вот это ветхое, ты хотя бы это, на нулевую планку, на планку рая ты встал, да, он говорит, как бы мне наследовать жизнь вечную, там, да, спастись, он говорит, ты вот хотя бы, не, 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 исполняешь, не делаешь, не украл, не убил, да, он говорит, да, да, это я все от юности своей, храню себя от зла, ну, хорошо, это ты молодец, даже уже за это написано, взглянув, полюбил ее, но, если ты хочешь следовать за мною, а я иду в небесное царство любви свое, где я вам приготовил место, иди, продай все, то есть, сотвори кучу добрых дел, отвергни себя, и тогда следуй за мной, творя это добро, что неся крест, потому что ты за это зло будешь себя поругаемым, причем это добро будет не только, кто говорит, ты там хорошим людям помогаешь, пусть нуждающимся, нет, ты будешь грешников спасать, а спасать их можно только одним способом, обличая их, да, говорить правду людям, миру, грешникам, греху, вот, из-за этого ты будешь страдать, иди за мной, неся крест, и никто, идя за Иисусом даже, да, но не неся креста, не есть его ученик, не попадает в небесное царство, об этом Иисус прямо говорил, вот так вот я вам сегодня выпалил, вот что такое добрый человек, вот что такое умный человек, да, все эти знания, все это чепуха, все, зачем мы в этой жизни гоняемся, все это, кто знает, даже вот такие святошки, там, веганы, невеганы, или просто люди, там, вот, это огород даже, хоть я сам люблю все божье творение, да, но в этой жизни ни в коем случае на чаше весов никогда не забудьте, рачу, это жизнь, это жизнь ради познания истины теоретической, вот именно, что Бог есть, вечность, свобода, и от этой свободы ты сам, как мы сегодня его Антонида считали, ты сам определяешь, что такое добро, что такое зло, избираешь его, да, вот, в этой жизни понять это, вот и все, потому что все эти знания мы ковыряемся, мы сутками смотрим, там, YouTube, как там огурчик вырасти, таких просто знаю людей тоже, да, и забываемой реальной жизни, а как насчет собственных знаний, ты сам-то достиг, ну, хорошо, ты сам достиг, свидетельство того, что ты сам достиг, ты начнешь, как Иисус сказал, не ставят светильник под кровать и не накрывают кувшином, да, его ставят на подсвечники и на самое высокое место в доме, чтобы светил всем, показатель, что человек достиг совершенства, тоже один из показателей, ну, понятно, и тьма может проповедовать, ну, вы поняли, о чем я, да, это уже по делам, все равно мы судим, но реальный показатель, что человек достиг, это когда он становится источником воды живой, как сказано, да, когда он сам это проецирует, вот, когда он это и изрекает, вот, вот так вот, это я уже о проповедниках, это высшая степень, да, это действительно так, поэтому не молчите, говорите, свидетельствуйте об истине, распространяйте ее, как умеете, постами словесными, чужими, своими, вот, прежде всего таланты, так называемые, уж земные, все свои надо на это направить, это на слово, самому познать и другим, конечно, и делами, и словами, распространяйте истину, тогда светит свет ваш перед людьми, Иисус сказал, чтобы они видели ваши добрые дела, и что, видели в этом Бога, прославляли Его, на этом у меня все, я с вами прощаюсь до следующего видео, какой-нибудь еще в понтоне, и как я сказал вам уже сегодня, сколько-то получится, сколько, не знаю, какие, не знаю, какие-то, видите, даже будут повторяться, потому что в одной мысли, там есть, в одном, так скажем, наставлении есть разные хорошие мысли, и ролики назову по-разному, и их запишу, все, всем, кому нравится мое видео, ставьте лайки, это помогает продвижению видео, так что не ленитесь, не забывайте, обязательно делайте, участвуйте в распространении истины, подписывайтесь на канал, кто не подписан, может, впервые попал, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, пишите комментарии, я все читаю, на все вопросы, какие могу, ответить, отвечаю, и имею желание, вдохновение, ну, в общем, откровение, все тексты, которые вы видите, все на экране, делюсь, есть на моем сайте христолюб.ру, ну, или по-русски можно набрать христолюб.рф. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok